Вы говорили однажды, что вам стыдно за людей, которые продолжают ездить с концертами по России, если я правильно поняла. Ну, нет. Знаете, я мог такое сгоряча ляпнуть, но я не имею ни малейшего права так говорить, потому что... Знаете, вот мы говорили в самом начале, что музыка — это лекарство. Музыка дает исцеление. Поэтому исцеление достойно всех. Знаете, и вспомним клятву Гиппократа, что исцелять нужно всех. Не бери на себя смелость судить, помочь этому человеку или нет, исцелять его или нет. Сначала исцели, а потом уже будем разбираться. Поэтому любой человек, который ездит с концертами, все-таки он несет какую-то музыку. Другое дело, что когда человек лжет, музыка у него будет, может быть, не слишком здоровая. Но брать на себя смелость судить я не стану. Про себя я могу думать, что-то мне это не кажется полезным или хорошим. А кажется мне это гадким. Но это моя точка зрения. И выносить ее на люди я не хочу. А представим себе, что вы просто живете другую жизнь и вы оказались сейчас в России музыкантом, который по разному, по стечению обстоятельств, не может уехать. Можно ли, как вам кажется, творческому человеку, человеку с именем, оставаться в России и сохранять лицо? Так вы знаете, с этого аквариума начинался. И мы в этой ситуации прошли 20 лет. Естественно, можно. Где бы ты ни был, ты можешь играть музыку. Где бы ты ни был, ты можешь быть честным. Где бы ты ни был, ты можешь, если не напрямую говорить, то просто говорить то, что у тебя на сердце. Найди слова. И честное слово люди услышат. И это более того. В России сейчас это более чем необходимо, я думаю. Поэтому я снимаю шляпу перед всеми, кто в России сейчас что-то делает, что может помочь людям выжить. Ну, мягко говоря, в тяжелых ситуациях. А вы, если я правильно помню, довольно с большим уважением и интересом относитесь к самым разным видам популярности людей. То есть вы, я очень поддерживаю эту точку зрения, считаете, что популярность дается человеку не случайно. Знаете, что она совпадает со временем, с природой, с каким-то набором вещей. А как вы можете объяснить популярность некоторого количества плохих людей в России? Ну, есть очень распространенный вопрос, например, у певца-шамана. Он, безусловно, не просто продукт государства. Он человек, который, ну, и сам может собрать стадион, даже если ему помогают. Как возникает такого типа популярность? Простите, что я вас переместила совсем смежно. Нет, нет, нет. Почему же? Это хороший, справедливый вопрос. Но ведь музыка нужна всем. И далеко не все люди входят в детали и начинают думать, что это плохо, правильно, неправильно. Большая часть людей музыка играет в машине. И играет, и пусть играет. И естественно, они приходят и на стадионы, и куда угодно. людей, я понимаю. Им нужно что-то, чтобы что-то играло, чтобы что-то бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум и все нормально. Когда на этого человека работают еще профессионалы, профессионалы, слава тебе, Господи, в России много. Другое дело, что они не всегда делают достойное дело, но они умеют делать что-то. Это хорошо. Мне просто страшно, просто немножко страшно за людей, которые находятся в центре такого внимания и несут людям, причем огромному количеству людей, несут людям, знаете, это как отравленное яблоко нести детям. Ты им вроде даешь то, что они хотят, а они это сидят и им будет хуже. Вот представляете себе, вот как страшно быть таким человеком и потому что в итоге ему за все, каждому из них, за все это придется платить. А платить будет нечем. Вот за этих людей мне очень страшно. Честно говоря, за них вообще стоит молиться. Добрый день, друзья и не другие. Обратите внимание на то, что отвечая на вопрос Юлии Таратуты, признанный иностранным агентом, Борис Борисович Гюльмичков, признанный иностранным агентом, не упоминает имя шамана, о котором, собственно, и был вопрос. Мне кажется, что создатель аквариума и рок-ветеран и бесспорно рок-гуру бла-бла-бла, Борис Борисович немножечко не представляет себе ситуацию на своей родине, если он по-прежнему считает Россию или Советский Союз своей родиной, не вдаваясь в оценки творчества, не сравнивая музыкантов Дронова и Гюльмичкова, я не могу не отметить, что ныне популярность Ярослава Дронова и Бориса Гюльмичкова, они не сопоставимы. Не сопоставимы. Мне кажется, что все эти рок-ветераны очень смутно себе представляют как ныне обстоят дела у нас в стране. Опять же, я не говорю, что шаман лучше, чем аквариум или там лучше, чем машина времени. Вообще не об этом разговор. Вообще не об этом разговор. К шаману очень там неоднозначно относятся люди из обоих лагерей. Там и красные, и белые. Напомню, как в беседе с Ксенией Собчак Захар Прилепин очень прохладно отозвался об этом музыканте, сказав, шаман и шаман, людям он нужен, мне не нужен. Им Захару Прилепину. Ну, не говоря уже о достаточно жестких наездах со стороны многих коллег, в том числе из условно говоря, патриотического лагеря, но таких, как Владимир Владимирович Киселев, допустим. Так что не об этом речь, не о шамане, как музыканте, а речь о популярности, о востребованности. Вот, я уверен, что и иностранный агент Борис Гринчков и его товарищ, соратник, да, иностранный агент Андрей Макаревич, они не понимают, что за шаманом не просто биологическое будущее, потому что он в сыновьях годится по возрасту, а просто сейчас изменилась оценка очень многих вещей в стране. Опять же, я говорю, что это хорошо или плохо, вот просто совершенно вот с точки зрения математики я смотрю на нынешний рейтинг. Вот, так что думаю, что если протянет Борис Борисович еще десяток лет, ну не желая ему там никаких недугов там или смерти, дай бог ему здоровья, иностранному агенту Гринчкову, то его ждет разочарование, если хватит ему, конечно, мозгов, потому что он мудаковат. Конечно, при всех своих талантах он, конечно, полное мудило, и это говорил еще в советские времена, задолго до того, как разнесло тусовку по в разные стороны идеологической баррикады. Вот. Думаю, что даже при его, в общем, скудаумии он поймет, в какую экзистенциальную задницу он угодит. Пацаны не извиняются.